Живёшь ли ты жизнью свои мечты? Или проживаешь её, как основная серая масса людей, пустившая свою жизнь на самотёк, убеждая себя, что нельзя в этом мире ничего изменить? Мол, такова судьба. Если ты в жизни ещё ничего не добился, знай, виноват в этом только ты. Только ты отговариваешь себя изменить свою жизнь. Эй! Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Даже меня. Понял? Понял. Если есть мечта, оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Поставил цель, добейся. И точка. Пойдём. Задумайся, что будет с тобой через 10, 20 или 30 лет, если ты и дальше будешь прожигать своё время, которого не так уж и много, как нам кажется. А что, если завтра не наступит? Что бы ты сделал сегодня? На что бы ты потратил своё время сегодня? На себя? Или на того, кто рядом с тобой? Представь себе, что всё, что ты сейчас имеешь, так и останется навсегда. Это твоя работа, твои отношения, твоё финансовое положение и благополучие. Всё, что ты сейчас имеешь, это предел. И большего уже ничего не будет. Я уверен, если бы была такая возможность прожить жизнь заново, то всё бы было по-другому. Ты приложил бы максимум усилий, чтобы добиться большего. Так что тебе мешает сделать это сейчас? У тебя есть ещё время, чтобы всё изменить. Стоп. Хватит. Перестань летать в облаках и надеяться, что всё наладится само собой. Оторви свой зад от дивана и сделай хоть что-то. Каждый маленький шаг приближает тебя к цели и к твоей мечте. Чтобы найти новый путь, ты должен уйти со старой дороги. Ты должен верить в то, что ты делаешь и к чему стремишься. Ни один из великих людей, добившихся успеха, не сидел на диване, надеясь на чудо. Из-за своего страха потерпеть неудачу и лени, ты так и не раскроешь свой потенциал и в итоге осознаешь, что жил неполноценной жизнью. Ты просрал свой потенциал. Я уверен, что ты часто себя винишь и говоришь. Я так и знал. Но почему я так не сделал? Поверь, друг, лучше попробовать и ошибиться, чем вообще ничего не сделать. Только неудачники и трусы боятся ошибиться. Но ты же не такой. Что тебя останавливает? У тебя мало времени? Или ты не высыпаешься? Если ты не хочешь позаботиться о своем будущем, то у тебя уже реальные проблемы, которые нужно начать решать уже сегодня. Перестань придумывать себе оправдания. Чем ты хуже тех, кто уже добился успеха? Перестань вызывать у людей жалость к себе. Это никому не интересно. Ты никому не нужен со своим нытьем. Если ты сделаешь счастливым человеком себя, то и все, кто вокруг тебя, будут счастливы. Если тебе говорят, что ты чего-то не можешь, то возьми и сделай это. Все просто. Оглянись вокруг. Этот мир сошел с ума. Люди больше не выходят на улицу, чтобы просто пройтись и разгрузить себя. Они зависают дома на диванах, уставившись свои гаджеты, наполняя свою голову всяким дерьмом. Я не оставлю тебя в покое. Я уверен, что в твоем сознании есть за что зацепиться и вытащить тебя с этой помойки. Задумайся. Что ты оставишь после тебя? Не самые умные люди добиваются успеха, а те, которые не отлаживают дела на завтра и не оправдываются. Они сами выполняют действия. Они сами несут ответственность за свою жизнь. Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить, я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может. Каждый раз, когда тебе говорят нет, ты должен сделать да. Шаг за шагом, и ты добьешься всего, если не сдашься. Тот, кто думает, что он неудачник, и у него не получится, просто помнит. Каждый новый день, это новая возможность все изменить. Иди и докажи всем, что ты чего-то стоишь. Попробуй хоть раз проснуться в 5 утра и выйти на пробежку, когда город еще спит. Побудь наедине с самим собой. И когда ты вернешься домой, ты почувствуешь в себе такой прилив силы энергии, что будешь готов свернуть горы. В то время, пока кто-то, почесывая зад, встает со своей кровати, взяв опять телефон в руки и заваривая кофе, набивает свою голову всяким мусором, ты уже будешь максимально сконцентрирован. Твой мозг уже будет напитки своей продуктивности для решения любых задач и достижения цели. А сейчас я попрошу тебя максимально сосредоточиться, посмотреть и послушать, что я тебе сейчас скажу. Человек в среднем проживает до 70 лет. Из них 20 лет это спад продуктивности после 50. 18 лет это до момента, когда голова начинает работать. Допустим, тебе сейчас 25. Это еще минус 7. Осталось 25 лет. Это 9125 дней. Умножим их на 24 часа, получим 219 тысяч часов. Из них отнять по 8 часов на сон в сутки в среднем. Останется 146 тысяч часов. Это 869 недель. Ну что, как прошла твоя неделя?